Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Будет чисто для меня расслаблением немножко от овца, а то он меня напряг, сейчас мы немножко расслабимся. Еще, так чисто для людей, такая интересная новость. Я еще сделаю, вдобавок, небольшую такую вещь. Сделаю несколько опросов по нескольким прохождению, которые вскоре должны будут появиться на канале, так вы на них повлияете, как они будут выглядеть. И вообще игры выберите, возможно, я парочку вариантов вам выдам на голосование, и уже вы его выберете. Так, кстати, давай, то я пока шел к этому моменту, вон, что произошло. Пусть доиграет до конца, потом новая музыка пойдет. Вот. Еще, перед тем, как приступим, рекомендую подписаться на канал, на колокольчик нажать, а то наши ролики смотрят почти 55% без подписки, а это как-то не очень приятно. Вам этого ничего не стоит, мне приятно, мотивирует, и вы будете о первом видеороликах узнавать. Потому что, ну, иногда у Ютуба бывают беды с башкой, он даже в рекомендации, даже без обычных именно оповещений, может вам не сообщить о видеоролике, и вы о нем даже не узнаете. Ну, а теперь вперед! Ты... Ох... Что с тобой случилось? Я тоже рада тебя видеть, блин, такая счастливая. Ну, я упала с очень выс... с очень большой высоты на что-то очень-очень твердое. Как ты себя чувствуешь? Может вызвать тебе скорую? Я только что оттуда, не беспокойся. Как ты проскользнула мимо этих сумасшедших, которые лечуют всех белых рыцарей? Было непросто, это точно. Повезло, что эти повязки помогли мне скрыть свою личность. Хе-хе-хе. Но почему первым делом ты пришла сюда? Я... Скорая, в которой меня... Подлатали, не могла отъезжать слишком далеко от своей больницы. Они очень хорошие ребята, я много общалась с ними, когда работала спасать. Я была не подалеку и решила, что изо всех знакомых ты ко мне ближе всего. Мне нужно успокоиться перед тем, как действовать дальше, поэтому я здесь. Но, если ты боишься, что они придут за мной, я могу уйти, не переживай. Ой, блин, какая милота. Как мило, когда волнуется тем, чтобы нам не мешать. Это такая милота. Прям милота. У нас высококлассный систем безопасности, а мой босс здесь еще за первоклассникова. За первоклассного вышибалу. Я бы сказал, что здесь даже безопаснее, так что за себя-то я нисколько не волнуюсь. Я за тебя волнуюсь. Сначала я узнаю, что ты была в том банке, потом ты внезапно исчезаешь. А теперь ты приходишь сюда вся израненная и перебинтованная, как мумия. Ты в порядке? Что там, что там все-таки случилось в банке в этом? Ты говорила со Стеллой. Она места себе не находит из-за тебя. Помедленнее, пожалуйста. За таблеток у меня от всего болит голова. Словно у меня похмелье. Прости. Приятно знать, что за меня переживают даже не особо знакомый мне человек. Спасибо тебе. Все, кого я знаю, все, кого я знаю, игнорировали меня. Поэтому мне было одинок. С чего бы это, Ань? Ну ты видела, что сейчас на улицах делают с белыми рыцарями. Они просто не хотят привлекать ко мне внимания, чтобы агрессивная толпа не забила у меня до смерти. Нормально так. Обычное, блин, ну как говорится, обычное такое мунтовское восстание в стиле, блин, средневековья. Похоже, за мои хорошие поступки мне наконец-то воздалось. Тихи. Налить тебе чего-нибудь? Эм, можно сладкого и безалкогольного. Хорошо, что я каким-то чудом сумела сохранить свои бумажные. Нет, нет, я не могу взять с тебя денег за счет. Джилл, прошу тебя, я хочу платить за свои заказы как нормальный человек. Похоже, тебя не переубедить. Неа, в смысле, да, в смысле, меня не переубедить. Сладкое безалкоголя, да? Сейчас будет. Похоже, что я сейчас, усы сейчас все болит. Надо однозначно дать ей что-то сладкое и безалкоголя. Сейчас, конечно, родная моя, сейчас ты получишь что-нибудь вкусненькое. Так, давайте продолжим. Так, так, давайте, ну искать сладкое. Бенгальский огонь. Один карматрин сразу улетает в трубу. Взрыв на луне. Тоже улетает в трубу. Глубофе. О! О, безалкоголя. Кстати, сладкий напиток подойдет. Оу. Так. Карматрин по вкусу. Может, ей большую ай сделать за счет заведения. А, ну, блин, я не хочу ее обдирать. Знаете, пофигу. Я не буду ее обдирать. Она сейчас в таком состоянии, что ее нельзя обдирать. Да и денег у нас вообще с жопой жуй. Так что давайте так просто. Перемешать выдержит. Голубая фея. Держи, осторожнее. Буря. Теперь мне точно станет легче. Так, что с тобой случилось? Откуда ты упала? Ситуация в банке совсем вышла из-под контроля. Так что мне пришлось выпрыгнуть. Прыгнуть из окна, чтобы спастись. Я прыгала с места и повыше. Я прыгала с места повыше. Но на этот раз я неудачно приземлилась. Да так, что на меня обрушился строительный мусор. Отовсю. Отсюда и травно. Но руку я сломала именно при падении. Как? Я сделала кувырок, чтобы смягчить падение. Но что-то пошло не так, и я сломала руку. Хорошо, что я пью много молока. Она умудряется шутить в такой ситуации. Ну, блин, Сэй это такая сайорька. Чем-то сайори напоминает. Я провалялась под щебнем какое-то время. Но, к счастью, меня кто-то нашел. Кто-то? Отчнулась я уже в больнице. Мне сказали, что меня принес какой-то мужчина. Не знаю, кто он. Но я обязана ему жизнь. Что? Что? Ничего. Просто ты такая веселая. А чего грустить-то? Ведь я жива. Я здесь говорю с тобой. Все еще могу говорить. После всего, что случилось в банке. Не волнуйся за меня. Я в порядке. В полном... Ой, 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 ой. Эм. Как тут вообще... Как тут вообще дела? Я слышала, что на улицах было неспокойно, когда все случилось. В субботу мне пришлось ночевать в баре. Но могло быть и хуже. Рада это слышать. Ты связалась со Стеллой. Вчера она была совсем в отчаянии. Эм. Эй, Джилл. Аналий-ка мне, Эм. Кровосток. Все попросила про Кровосток. Но правда ли стоит ей его наливать? Ммм. Знаете? Так как она не в состоянии... Давайте я опять что-нибудь безалкогольное. дадим. Чтобы ей было хорошо. Давайте снова голубую фею ей дадим. Можно вообще 8 сделать большую порцию. Но, как говорится, я не хочу. Если что, мы потом будем увеличивать... Эээ... Количество напитков, если понадобится. Ну а теперь... Ой, извиняюсь, у меня немножко нос заложен. Сильно меня это, конечно, раздражает, но да ладно. Так, давайте вперед. Ты попросила Кровосток. Ну все, мы сделали ей коктейль. Там перемешать, выдержать. Глубая фея, держи. Держи. Ух, спасибо. Ага. Так, как там внутри банка-то было? Ох, что прости. Что конкретно там случилось? И как тебе удалось сбежать? И... Я держалась вместе с хорошими людьми. Ну, они хотя бы не были... Не были агрессивны. Мы изо всех сил старались выбраться оттуда. Пытались обойти системы защиты, искали укрытия. Но потом... Эм... Эм... Прости. Мне не стоило расспрашивать тебя об этом. Нет, все хорошо. Просто сложно говорить под всеми этими анальгетиками. Я пойду. Спасибо за все, Джил. Ты хорошо себя чувствуешь? Я в порядке, в полном порядке. Эм... Эм... А? Разве ты не уходила? Да... Но... Если честно... Помнишь, я сказала, что я в порядке? Да... Э... Это не так. Можешь поговорить со мной немного? Пожалуйста. Ну... Я собираюсь уйти на перерыв. Ой, прости, тогда... Нет-нет-нет, я хотела сказать, что ты могла бы составить мне компанию в переулке. За баром, если ты, конечно, не против. Да, пожалуйста. Но... Интересно, о чем они будут болтать. Нам этого не покажут. Перерыв. Ну, гоу. Дальше проходить. Или как? Ну, нормасик. Давайте еще. Как раз-таки, я думаю, на всю смену 20 минут, 25 минут как раз хватит. На одну смену. Будешь? Нет, в последний раз я в старших классах курил. Ссоры. Так, простите, надо сделать превьюшечку. Хорошая, уж слишком уж она. Слишком уж она хороша. Вот так вот лучше. Вот. Давайте. Вот. Извиняюсь, секунду. Мне нужно кой-куда залезть. Вот. Вот сюда. Собо. Извиняюсь, надо было все-таки сделать эту манипуляцию. Все, теперь можно. Нет, в последний раз я в старших классах курила. Но ты кури, если хочешь. Я не против. Спасибо. Так. Почему я... Почему я... Ты мой самый близкий друг из всех, кто рядом и кто не избегает меня. И, по-моему, я скоро сорвусь. Почему? Потому что меня страшно. Я напугана. Я в ужасе. Ведь это мой полковник отправил меня в банк. Он использовал меня как пешку. Использовал и выбросил. Потом банк полностью отрезали от внешнего мира. Мы застряли там на три дня без еды и воды. И я видела, как человек... Как человека забили до смерти, когда он нашел у себя в кармане шоколадку. Это... Это... Я... Я... На службе мне приходилось иметь дело с нападающими, падающими зданиями, огнем, авариями. Но видеть своими глазами, что люди могут сделать с другими в такой ситуации. Я... Я... Успокойся. Здесь тебе... Тебе никто не навредит. Правда. Я позабочусь об этом. Просто дыши глубоко. Я даже представить не могу, что там было. И скажу честно, не хочу представлять. Но я вижу, насколько сильно ты пытаешься удержать все это в себе. Что, настолько заметно? Типа того. Ну, я просто должна была выбраться оттуда. Страх только помешал бы моей способности мыслить здраво. К тому же я обещала вернуться. Эээ... Скажи мне, что у тебя там со Стеллой? Ничего, я просто... Напугана? Это слово теряет весь смысл, если его так часто повторять. Оно, наверное, жутко... Она, наверное, жутко переживала. А я не нашла в себе силы позвонить ей, когда вернулась. Я очень боюсь заговорить с ней вновь. Ну, думаю, она на тебя накричит. Такой уж она человек. Но я готов на все поспорить, что она подберет, подобреет и обрадуется тому, что ты жива и в порядке. Да, ты права. У тебя есть выбор, получить пощечину или оставить Стеллу наедине с собственным отчаянием навсегда. Но я бы точно не стала исчезать навсегда. Как бы... Потому что ты сказала, что только что... Только... Что только сегодня начала приходить в себя, верно? Да. Просто странно осознавать, как быстро все в жизни уможет встать с ног на голову. Понимаешь? Еще в четверг я была обычной девчонкой. Ходила на работу и делала свое дело. Теперь мало того, что на мне живого места нет, так еще и мои любимые работы... Мои любимые работы, моего признания. Его больше нет. С одной стороны, я рада. Я хорошо знала, что от белых рыцарей больше вреда, чем польза. С другой, я правда любила свою работу. И что ж мне теперь делать? Да, я знаю, каково это. Но я про... Я про быстрые... Ну, я про быстрые перемены в жизни. Правда? Я бы рассказал тебе одну историю, но сейчас тебе лучше найти Стеллу. Да, ты права. Да, кстати. Эй, Джилл. Чего? Будь добр. Пробойди с Эй, куда бы ей не было нужно. Только если подменишь меня за стойкой. Да, да. Ну хорошо, пойдемте, мисс. Иду. Спасибо, что выслушала меня, Джилл. Обращайся. Да, как-то тяжко в последнее время многим приходится. Мягко говоря. Ну и на этом, я думаю, неплохое место для того, чтобы закончить выпуск. Хотя, да нет. Реально, что-то время... Извиняюсь, я просто постоянно проверяю время. Так, давайте. Ну ладно, еще можно продолжить. Надо добить... Давайте тогда так. Я просто буду делать так, что буду пытаться добить всю смену. И плевать, сколько будет времени. Не одна смена, а одна серия. Так. А, блин, я не посмотрел, что было. Так, давайте отсюда пойдем. Вот так вот. Что-то такое слабое. Музыка такая слабая. Ну ладно. Ну что ж, погнали. Ух, надеюсь, все будет в порядке. Здравствуй, Джейми. О, приветики. Эм, Джейми? А, Джилл. Джилл, как я вижу здесь... Джилла, как я вижу, здесь нет. Все в порядке? Да кажется, немного не в себе. Все хорошо. Не бери в голову. Как скажешь. Джилл, куда мне ввести лунку, если ей нужно в туалет. В клетке есть небольшой платочек. Хо-хо-хо. Как удобно. Лунка? Это моя кошка. У меня дома сейчас проходят обыски. Поэтому я решила взять ее на работу на случай, если она заглянет ко мне, пока меня не будет. Если заглянуть ко мне, пока меня не будет. Ага, ясно. Что пить будешь? Как обычно, удар по печени. Сейчас будет удар по печени для Джейми. Гоу. Так. Шестой... Удар по печени. Ну, гоу. Знать вам удар по печени, мистер. Ну и карматрин. Пятерик. Знать вам под пятерик. Перемешать, выйдешь. Удар по печени. Держи. А я думал, что при заказе удара по печени бармен обязан сострить. На тому... На тему того, что сейчас заедет клиенту по брюху или вроде того. А, это... В теории, да, но на практике так делают только... Так делает только Джилл. Как так? Он не приходил к курсу бармена. Босс просто скучил ему какой-то затасканный учебник. Сучил ему какой-то затасканный учебник. И там действительно говорилось о том, что необходимо проговаривать каламбуры. Но похоже, что они написали это просто для защиты от копирования. В смысле, если бы кто-то скопировал это глупое правило, то попался бы на воровстве материала. Это как когда в словаре добавляют выдуманные слова, чтобы уличить тех, кто все это копирует. Ага. И почему же вы ему об этом не скажете? Если честно, просто очень мило смотреть на его ужимки. Так что... Так что же тебя так тревожит? Да так, ничего, о чем тебе стоит беспокоиться. Просто бывают дни, когда на душе неспокоено, без особой на то причин. Вот такой вот интересный наш товарищ жил. И друзья у него интересные. Ну, хотя, кстати говоря, культурные. Подожди, кстати. Если вот ты посмотрите, у него кибер-рука или кусок руки кибер-кибернетический? Понятно, ну ладно. Или тебе что-то действительно терзает изнутри? Или тебя что-то действительно терзает изнутри? Если подумать, киллер не самый обычный род деятельности, верно ведь? Мне больше нравится называть свое дело охотой за головами. Почему? Я не беру только те заказы, где надо работать с человеком, который просто оказался не в том месте, не в то время. Я не беру только те заказы, где надо работать с человеком, который просто оказался не в том месте, не в то время. Некоторые готовы платить за смерть тех, кто не сделал ничего плохого. Грех угрохнуть парня, чей дом мешает стройке, И не чересчур любопытного журналиста Отказы от таких контрактов Не делают меня хорошим человеком Но я не буду пачкать руки О невинных людей Кстати говоря, блин, а круто Могу похлопать тебе, Джейми, молодец Просто лайк тебе Вот это вот этот нормальный киллер С небольшим кодексом чести И где же тут охота за головами? Если мне платят за то, что я убиваю тех Кто что-то украл или кого-то стрелил То меня, думаю, можно считать охотником за головами Да, наверное Хотя я осознаю, что это просто дешевое оправдание Я убиваю людей И тут никак не отвертеться Ну, блин Ну, отчасти ты прав, Джейми Но, честно говоря То, что ты, блин, не трогаешь нормальных людей Это уже, блин, тебе плюс Ты, считай, очищаешь мир от подобных Крайне неприятных элементов Такие люди реально встречаются редко Но я не убиваю просто так Или из-за каких-то мелочей Это уже что-то Ну, давай сменим тему Налей-ка мне чего-нибудь горького Без проблем Чего-нибудь горького Довольно широкая категория Может, чего-то именно мужского? Так, я знаю, что ему надо Грязный грызли, мне кажется Напиток Кстати, а он в мужском? Кстати, а он в мужском? По вкусу Мужской Взрыв на Марсе Удар Пандрайвер Хм Сладкий, горький Грязный гризли Ну, давай Ему нужно горький, точнее А, горький Так, не кислый, горький Давайте грязного гризли ему дадим Честно говоря, потому что тут, честно говоря Это по большей части Гадание на кофейный гусь Черт тебя дери Потому что хрен пойми, что ему может понадобиться Давайте просто так вот сболтать и все Грязный гризли Держи Ох, хорошо Ты мне напоминаешь сейчас моего дедушку Он ел корешки Брансона каждый вечер Говорил, что они делают его сильнее В корнях Брансона питательных веществ больше, чем во многих витаминных добавках Твой дедушка знал, что делать Вижу, тебе всегда некомфортно рядом со мной Джил Мои извинения Да нет, не переживай ты так Просто часть меня, наверное, не может смириться с тем, что ты лишаешь людей жизни и называешь это работой Ты убиваешь людей, а теперь сидишь здесь и праздно со мной беседуешь Это странно Ну, для кого как, но, честно говоря Да, тут, знаете, в наше время убийства людей Ну, серьезно, не редкость Людей и так убивают в нашем-то мире А в этом киберпанк, вот этом мире именно, Кличсити Я думаю, убивают людей в несколько раз еще больше, чем даже у нас У нас людей больше Но имеется в виду, что хотя бы по городам, если смотреть И то больше, я думаю, убивают, чем у нас сейчас в мире Так что Не знаю, почему у Джил так Не знаю, может, у многих так Не знаю, почему у нее такая вот антипатия Страх перед убийствами или непонимание Ну ладно Мне это напомнило, как я ходила на занятия по половому воспитанию Я не понимала, как люди делают всю эту хрень А потом нормально с этим живут Однако, мое ремесло, в отличие от полового воспитания Понимать совсем не следует Отметать жизни ненормально Не стоит к этому привыкать О, я знаю хороший способ сменить тему Хочешь узнать про самого опасного охотника за головами в городе? Ты так сказал, будто продолжил скучающему Предложил скучающему ребенку послушать сказку Ну да, я хотел бы послушать Видишь ли, не так далеко в этом городе была одна организация Занимавшаяся собственной охотой за головами Власти назначили сумму за голову опасного человека И платили за доказательства его смерти И был один парень, его звали Черный Джеймс Розвищество он получил за любимый цвет в одежде Как удивительно, как неудивительно Что любопытно, он носил черное только до того, чтобы не было видно пятен крови Его навыки выслеживания были совершенны Его сеть осведомителей была самой обширной и многоступенчатой Некоторые даже шутили, что он выполнит контракт за полчаса Или не возьмет награду Честно говоря, он был слишком хорош В какой-то момент он начал браться за все доступные заказы И даже не требовал оплаты Да, он был настолько сумасшедшим Последняя награда, которую объявила организация Была за голову самого Джеймса Полиция зажала его в угол Напоследок он сказал лишь Отправьте все на мой счет А затем пустил себе пулю в песок Вот черт Ну почему на мотив этой истории не сняли кино? Так значит, после этого охота за головами в принципе прекратилась? Охотник за головами был обвинен в серии убийств В качестве доказательств были использованы его прошлые контракты Если кто-то попытался бы создать такую организацию вновь Это выглядело бы крайне подозрительно Били гарантии, что эта организация не будет ловушкой Правоохранители могут просто устраивать Наиболее... Устранять наиболее проблемных преступников Руками уз Узаконенных охотников за головами А потом избавляться от самих охотников Обвинив их в убийствах Так что... Нет, черный Джеймс позаботился о том Чтобы охота за головами как организованная деятельность Прекратила существование С тех пор каждый безумец, готовый посвятить себя этому делу Работает один Ты был частью этой организации? Сомнению по поводу... Сомнения по поводу всей этой охоты за прав... За правилами По правилам Охота по правилам Закрылась... Закралась мою душу с того самого момента Как я узнал об этом Оказалось, что было не просто пара... Оказалось, это была не просто паранойя Не уверен, что ты особо сильно сменил тему Но это была чертовски хорошая история На всякий случай Ты точно не пересобранный черный Джеймс, да? Джилл Имя Джеймс не самое экзотическое в этих местах Не считаешь? К тому же, если память мне не изменяет На самом деле его звали Теодор Вот как Пока я рассказал, у меня тут в горле пересохло Будь добра, налей мне пиво Без проблем Пиво на подходе По вкусу... Мужское... Мужское... А, нет... Классическое... Пиво... Держи, брат... Пам-пам-пам... Пам-пам-пам... Может, тому большое дать, а... Может, мы большое дать, а... Вот, а попробуем Пиво... одно и так 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 и два вот этих от 4 получается надо ну и блин это будет прям алкогольная вещь 4 ну да кажись так и перемешать ой эта фигня получилось дожди 2 вот этих 4 вот этих 2 вот этих вот этих и кроматрины на ровно восемь штучек вот на ровно восемь штучек его прошу ох один из первых спутников человека разумного твое здоровье я смотрю вы с жили а нам по-разному реагируйте на мои истории не люблю насилие это хорошо интересно выходит если вас так сравнивать ведь поджили она сразу видно что он многое насмотрелся в своей жизни да именно из-за этого с ним порой немало хлопот но он все равно один из самых надежных людей которых когда-либо встречала кстати где он я попросил его проводить девушку которая была у нас сегодня уверена что если что-то вдруг случится он сможет разрешить даже самую сложную ситуацию наверное у него сейчас уши горят от того что мы так много говорим о нем да наверное ладно мне пора выдвигаться передать меня привет своему боссу и джилиан передам черт сегодня был тяжелый день у всех стоп говоря это вслух я испытываю судьбу но мы все равно попробуем у всех сегодня такие мрачные лица и еще собака это я уверена следующий клиент сможет поднять мне настроение ой ну здрасте ну ладно я думаю пора заканчивать мы уже одного клиента обслужили как раз таки на 30 минут видеоролик вышел я просто не хочу теперь сильно переборщивать и запереборщивать из-за этого мы остановимся на прибытии нового клиента на прибытии нового клиента хотя давайте прочитаем его диалог еще чуточку ай ладно давайте прочитаем его диалог и дойдем до места где мы даем ему пивко где нам будет заказ чтобы не было легче потом добраться оттуда тебе и тебя еще не выпили отсюда я смотрю игром я так и знала в смысле довольно неожиданно ведь его видеть вас снова мистер инграм возвращаясь возвращался с работы тихо 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 хотел выпить и вспомнить про вашу про ваша дешманский притон твоя счастье что я не привередливый уже пришел от радости что пить будем трава сток давай поняла инграм хочет крово сток ага крово сток ему в лицо вылить ну ладно не надо так жестоко он просто человек потерявший любимую дочку ладно надеюсь вам понравилось не забывайте ставить лайки или дизлайки пишите комментарии критикуйте говорите как со звуком все дела если что это мне очень поможет предлагайте игры и иногда мины я все-таки буду теперь часть появляться сообществе так что это общество же заглядывайте иногда там будут новые всякие сообщения приходить не забывайте загляд в описании там будет ссылочка на мой дискут сервер и не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся а а а а а